Слава Богу! Иногда человек попадает в какую-то ловушку, когда он и один не может молиться. И не зря Бог поместил нас в церковь и дает желание, возможно, может, не у всех есть желание, но дает силы прийти сегодня сюда. И я верю в том, что милость Божья, она сегодня обращена к нам. И Слово Бог будет посылать для нас, Слово веры, для того, чтобы мы могли искать Господа, мы могли понимать, мы могли разуметь то, что Господь хочет от нас. Потому что, когда нету Слова Божьего, тогда непонятно, о чем молиться, куда молиться, куда мы движемся, что происходит. Но вначале было Слово Божье. И Слово Божье нам сильно указать путь, дорогу, дать веру, провести этим путем, чтобы человек вошел в святое небо. И на земле он имел мир в своем сердце. И поэтому пусть Бог благословит каждого из нас, чтобы нам сегодня искать Его, чтобы нам, возможно, видеть только Христа сегодня, увидеть сегодня распятого, воскрешего, действенного сегодня, прежде всего, в моем сердце. Мы очень часто в своей жизни встречаемся, жизнь последнего времени, она построена, видим очень много как натуральных вещей, так и поддельных. И натуральное, и фальшивое, оно часто, можно сказать, почти иногда нельзя даже и заметить, и различить. И очень много мы видим вещей, которые есть качественные, хорошие, также есть и некачественные, и поддельные. Это сравнение можно переносить в направление отношений человека, или в направление отношений своей жизни. И хочу сегодня предложить для исследования, чтения Слова Божьего, чтобы вместе с вами рассуждать. И впоследствии приходить к молитве. Первое послание Коринфянам, 9 глава, с 25 стиха и ниже. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедую другим самому не остаться недостойным. Не хочу ставить вас, братья, в неведение, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море. Все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос, но не многих из них благоволил Бог, ибо они поражаемы были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будем так же и долопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребления. Все же это происходило с ними к образу, описанному в наставлении нам, достигших последних веков. Поэтому, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Аминь. Апостол Павел говорит о смирении самого себя. И ниже была приведена история израильского народа, который не хотел смирять самого себя. Мы люди, и, как я говорил, что он часто исследует свое сердце, ты видишь много фальша. Много того, что мы делаем видимо, но то, что Бог не оценивает. С видимо можно делать красиво, и поприветствовать брата, и как-то все это улыбнуться. Но Бог не оценивает. И апостол Павел говорит о том, что я работаю над самим собой. Израильский народ не хотел это делать. Он не работал над собой. Говорит, а я хочу смирять самого себя. Хочу задавать вопросы сегодня для самого себя и впоследствии, чтобы молиться. Получилось или получается ли в моей жизни смирять самого себя? Будем рассуждать. Что изменилось с момента моего покаяния до сего дня? Насколько я смог себя смирить? Следующий вопрос. Сколько поменялось от того, когда я перед болезнью и после болезни, что произошло? Господь пророчески говорил, что многие люди будут вопиять ко мне, будут взывать, но не захотят смирить себя. Оказывается, перед Богом смирение самого себя играет ключевую роль. Это то, что лежит в основании и решении, будет ли Бог пользоваться этим человеком, сможет ли он принести плод, сможет ли имя Божье прославиться в его жизни, или он останется пустым, и все пройдет напрасно. И была и благодать, и все были под облаком, и в Моисеи крестились, и все, и все Слово Божие читали, и все молились, и все ходили на молитвы, все общались с духовными братьями. А результат – ноль. Потому что человек не расположил свое сердце, чтобы работать над самим собой. И иногда, преклоняясь в свои колени, ты рассматриваешь себя. Он говорит, апостол Павел говорит о том, что я смиряю и порабощаю тело мое, плоть. В 9 главе Галатам, по-моему, написано о том, что дела плоти, они известны. Суть – прелюбодеяния, блуд, нечистота, ссоры, зависть, разногласия. И задается вопрос. Хорошо, как у меня отношения с вожделением? Смотрю ли я, то есть, когда я покаялся, и сегодня? Как вопрос у меня с чистотой, что я просматриваю в своем телефоне или компьютере? Какой, где эта граница, поменялась ли в отношении ссор, в отношении клеветы? Что изменилось? Насколько я смирил себя? Могу ли теперь я промолчать? Могу ли я удержать себя от того, чтобы что-то не сказать? Могу ли я остановиться, чтобы что-то не сделать? А пред Богом это имеет огромное значение. И говорит, что плод ваш есть святость. То есть, Бог желает, чтобы христианин продвигался по этому пути. Возможно, у него не сразу все получится. И, возможно, нужно будет приложить много сил, стараний. Но в итоге, чтобы он через Слово Божие, вникая в себя, он увидел, что в его жизни есть эти перемены. И эти перемены благодаря Господу, Слову Его, но и не лишая человеческих усилий или человеческого решения. И Бог желает, чтобы сегодня вот эта молитва мы посмотрели в себя. Как у нас отношения с нашей плотью? Работаем ли мы над самим собой? Никому не надо доказывать, ни перед кем не надо показывать, что я что-то уже сделал. Но хотя бы для себя быть честным с собой. Сказать, Господь, возможно, мое сердце стало хуже, чем было. Возможно, когда мне ничего не доверяли, я был хороший, искал тебя. Но когда мне сегодня что-то вручили, я еще хуже стал. А Бог сердцеведец. И Он воздает каждому по делам или по путям Его. Смирение, если обращаться к словарю, это говорит о том, что подчинение себя чьей-то чужой воле, отсутствие гордости, действие полное сердца, когда наполнено миром, способен ли я покоряться кому-то, когда мне это не нравится? Могу ли я уступить? Так много, много вопросов. И это все задает Слово Божье. Когда меня хвалят, как я реагирую? Когда я достиг какого-то успеха? Что происходит в моем сердце? Какое там движение? А Бог обращает внимание. Не только на тогда, когда я движусь, но когда я уже забыл про все, и уже остановился, и когда меня никто не видит, Бог все равно обращает внимание. Как-то один человек сказал о смирении так. Говорит, что это когда ты думаешь, что ты делаешь на двойку, а в итоге получилось, что ты сделал на пятерку или даже на шесть. То есть человек, который невысоко думает о себе, о своем мнении. Иногда мы, верующие люди, способны думать, что только как я думаю, и есть только неправильное второе мнение. Только как я проповедую, или как я высказываюсь, или как я понимаю, это не говорит о моем смирении. Это говорит о том, что, возможно, я уже далеко зашел куда-то. И Бог по-другому смотрит. Но сегодня для каждого из нас нужно благодать это. И человек, который смирил себя, он сможет получить благодать Господню. Он сможет войти в присутствие, он сможет получить силу для того, чтобы идти вперед, радоваться, благодарить Бога, проходить обстоятельства жизни, о которой не смирил. Он идет в гордом одиночестве. Когда один брат рассказал пример, пришел к старушке побеседовать, ну, говорит, давай помолимся. Она наставляла его в жизни, делилась опытом в жизни. И он молится, говорит, Господи, помоги мне, ну, вот такая молитва, что помоги мне хранить смирение. И она его вбок, локтем. Неправильно молишься. Говорит, не так. Говорит, это твоя гордость, говорит, что у тебя уже есть смирение, и тебе надо сохранить. Проси, говорит, Господи, научи меня смирению. И он говорит, что тот урок для меня надолго. И, говорит, когда она объяснила, что значат мои слова, мне, говорит, было очень стыдно. И Бог желает, и много есть мест священного писания, которые рассказывают, что Бог, говорит, если смирится народ вновь. Однажды, еще до армии было время, много молился, и Дух Святой побуждал, и побуждали проблемы, душевные переживания, побуждали искать Господа. И когда приходишь в присутствие Божьей, Господь не раз говорил, что ты бунтарь, ты такое-такое. Это не очень хорошо, когда свет Божий приходит, говорит о том, что есть. И много разных пониманий было, и думаю, вот хорошо было, конечно, хороший результат был у Нового Ходоносора, как-то делился этим примером. Бог заключил его, попустил, и этот человек смог смириться пред Богом. Спустя семь времен был восстановлен. Эти вещи очень серьезны, потому что это жизнь и смерть решают. И я думал, вот хорошо бы, как вот, хорошо было ему, научился смирению, даже таким страшным путем. И когда был в армии, однажды читал Слово Господне, и оно проговорило, и читал про Валтасара. Валтасар, сын Нового Ходоносора, и к нему было слово обращено следующее, говорит, и как ты, сын Валтасар, видя все, не смирил сердце своего. Оказывается, над Валтасаром не нужно было производить работу и делать его таким же самым, как его отец. Но он должен был посмотреть и что-то сделать с собой. И Господь проговорил, что говорит, я не буду делать это с тобой. Ты должен это сам смирить себя. И порой, не имея смирения, мы лишаем себя всего. Божьей благодати, водительства, утешения и так многого того, что дарует Господь. Еще одно место читаю, и мы будем приходить к молитве. Третье царство, двадцать первая глава об Ахаве. двадцать седьмой стих. Выслушав все слова эти, Ахав раздоздрал одежды свои, возложил на тело свое вредище, постился и спал во вредище и ходил печально. И было слово Господне Кире Фисфитянину, и сказал Господь, «Видишь, как смирился Ахав предо мной Ахав? За то, что он смирился предо мной, я не наведу бед в его дни, в дни сына, наведу беды на дом его». То есть, что-то сделал Ахав. Возможно, это не было долгой продолжительностью, но то, что повлияло на судьбу его. На судьбу даже его, когда он жил на земле. Сегодня для нас предложено и дано время, ныне, есть то средство, которое может повлиять на нашу жизнь, на наш успех христианский, на наше христианство есть то, что сегодня может изменить, и это смирить себя. Мы видим, что сделал Ахав. Первое было к нему слово. То есть, после слова было действие, но которое Бог ожидал от Ахава. Разодрал одежды. Первое, он выслушал слово. Второе, разодрал одежды. Возложил вретище. Постился и спал и ходил печально. Другое есть место, когда еще в одном царе он говорит, за то, что ты умирила сердце твое и ты плакал. Что Бог считает за смирение? плач перед Господом. Разодрал одежду, то есть, когда боль, которая внутри, от слышания слова Господня, от своего состояния, возможно, необходимость прийти к служителю, раскрыть то, что внутри и перед Господом. однажды общался с одним человеком, который только падает и встает, падает и встает, и потом он только кается и уже улыбается. Говорю, слушай, а как-то не видно над тебе, что ты раскаиваешься. Говорит, а что мне все время печальным ходить? Мы видим о том, что до тех пор, пока не была произнесена милость Господня, пока не было решения неба, человека лицо не менялось, там не было улыбки. Мы сегодня способны, да, перед Богом плакать, но тут вдруг поплакав, смирившись, уже улыбаться и шутить. Более похоже что-то на лицемерие. Но Бог призывает нас смирять себя. Да, пославит каждого из нас Господь. И пускай в нашей жизни Бог даст силы, возможности, желания идти этим путем. Чтобы имя Господне прославилось. И нам иметь участие в спасении, участие в Духе Святом, участие в небесном звании и на земле принести тот плод. Пусть имя Божье прославится. Мы преклоняем горение. Будем нуждаться в нем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Господь, Отец, благодарим Тебя сегодня за то, что сегодня можем быть на этом месте, за то, что можем слышать Слово Твое, читать, Господи, вникать, то, что оно направляет нас для того, чтобы мы исследовали себя. Господи, чтобы мы шли по пути Твоему, благодарим, и Слово Твое говорит об этом, что Ты, Господи, прежде всего смирил себя. Мы сегодня благодарим за то, что сегодня можем быть в Доме Твоем, что, Господи, Ты дал этот день благоприятный, Ты дал это время, и мы благодарим Тебя за то, что Ты призываешь нас сегодня сюда, и Ты желаешь совершать с нами работу, Господи, не мы Тебя искали, Господи, но Ты нашел нас. Благодарим Господи за то, что у Тебя есть план, Господи, что у Тебя есть определение, что, Господи, Ты всегда хочешь во благо для человека, во спасение для души, Господи, чтобы еще прославиться, и мы благодарим Тебя сегодня. И нуждаемся сегодня в Тебе, Господи, в Духе Святом, чтобы Твоя работа, она происходила в нашем сердце. Господи, я прошу Тебя, прости за наши уста, Боже, прости за то, что в нашей жизни нет этого смирения, что мы не занимаемся собой, но мы часто можем заниматься кем-то, кому-то, что-то говорить. Ребята Чада, Господи, прости, но прошу Тебя, чтобы Ты, Ребята Чада, сегодня омыл Твоей святой кровью, чтобы Дух Твой святой, Он сегодня совершал работу с сердцем и посылал то слово, чтобы Созрело то решение. Ребята Чада, Господи, Господи, пожалуйста, Искать Тебя, нуждаться в Тебе, Римину Чада, Клауду, поститься, молиться, Крамя Нучада, ожидать Тебя, Господи, в терпении, Камалу Чуду, Кробя Нучаду, Уделить время к изолторману чаду кробы до стола рогу до чаду Чтобы позволить, чтобы ты говорил к хамалиду штавду Чтобы ты очищал и указывал рамяну чиду к лороду столейду Чтобы радость была совершенной посему Рамяну рассмотри, Господь, сегодня наши сердца Рамяну чиду комы су лорги до чаду крамяну столейду Не дай Господь нам быть обманутыми с собой крамяну чиду Помоги сегодня крамян талду и пошли, духа, чтобы смириться крамяну чаду Чтобы сегодня согласиться искать тебя крамяну к лороду чайду Чтобы крамяну слышать, что ты говоришь рэду чаду Чтобы было благо крамяну, крамяну для нас и для наших детей Крамяну сиду крамян су лорги И слово твое еще обильно распространилось крамяну чаду И дух святой смог совершить определенный крамяну чаду еще здесь на земле и в церкви. И посему благослови, Роману Чадо, порасти, когда мы высоко думали о себе, когда мы говорили, когда мы к Роману Чадо выносили решение, Роману Чадо, но без тебя, к Роману Чадо, Роману Чадо. И посему, Господь, помоги нам смиряться пред Тобой, чтобы Ты презирал, обращал наше внимание, Господи, на наше смирение, к Роману Чадо, к Лораду, лауду, и чтобы было дано благодать к Роману Чадо, который служит и в этом прославлялось имя Твое Святое. И посему благослови дальнейшие ходы, молитвы и служения, и пускай Тебе за все будет слава и хвала, Отец и Дух Святой. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok